Девчонки, всем привет! В сегодняшнем видео я сделаю небольшой обзорчик на те продукты, которые я сюда взяла к родителям, чем я накрашена в данный момент и что я вам не показывала, либо показывала очень давно и даже не помню, делала обзор на эти продукты или нет. Сейчас у меня в данный момент глаза накрашены вот такой вот тушью для ресниц, рыжая наша в рыжей, такая знаменитая, легендарная наша тушь, которую расхватывали просто на ура, как только она появлялась, вот по акции, когда она была по 129 рублей, ее моментально тут же расхватывали. И я вот взяла, решила попробовать, мне она никогда не доставалась, потому что настолько быстро ее разбирали, даже мои консультанты, потому что моим консультантам не хватало, я показывала вам видео, где я заказывала в больших количествах, и от этого большого количества вообще ничего не оставалось, потому что просто улетало все это в считанные дни. И вот я заехала в офис, и в выставочных образцах мне досталась как раз одна штука. Ее артикул 5341, есть две туши, причем они такие классные, вот что тушь розовая от Марии Вэй, из бьюти бокса от Марии Вэй, это самая лучшая, вот на мой взгляд, объемная тушь на сегодняшний момент в компании Фаберлик, лично для меня, для моих ресниц. И вот такая вот рыжая тушь. У той обычная классическая кисточка, такая пушистенькая, с обычными ворсинками, у этой кисточка силиконовая. Я попробовала как-то, когда вам снимала здесь какие-то обзоры, первый раз, если честно, не поняла ее эффект. Она мне вообще не понравилась. Думаю, боже, у меня еще были так интенсивно накрашены глаза, и если очень сильно накрашены тени, то обязательно нужно, чтобы были пушистые ресницы, чтобы бы компенсировать, сгладить, скажем так, контрастность этих теней. И такая вот обычная какая-нибудь тушь, слабенькая, которая просто создает эффект естественных ресниц, она не подойдет. Нужна более такая интенсивная. Но мне так нравится. Я накрасилась ею первый раз, думаю, стоп, что-то мне вообще никак не понравилось, никак не перекрывает вот эти вот тени, вообще не видно ее на глазах, и как-то я разочарована была. И вот сегодня я накрасилась ею, и оказалась приятно удивлена, насколько красивая она дает изгиб ресничкам, как она красиво смотрится, как она наносится. Нанеслась она у меня буквально с первого раза, видно, было не прокрашено у меня, то есть, ну, не раскрасила. Может быть, где-то она там была в конце, либо по краям, и я не сильно возила кисточкой, и по ширкову там, как-то немножечко. У меня там отец носит пристройку. Вот. И оказалось, что после того, как я раскрасила ее, вот второй раз нанесла, она отлично легла на реснички. И эта тушь, вот эта вот кисточка, чем она уникальна? Тем, что она подойдет для проблемных ресничек. Потому что у нее короткий ворсик, видите, ворсинки вот такие вот. И она действует по принципу расчески. Причем, несмотря на то, что они толстенькие, сами по себе зубчики, они имеют конусовидную форму, и расположены не в круговой вот так вот, а вот так вот в шахматном порядке. Поэтому у вас ни одна ресничка не останется не прокрашенной. Вот. И она как будто бы расчесывает ресничку. Каждую-каждую ресничку расчесывает. И идеально, я думаю, она подойдет коротеньким ресничкам. Потому что у нее, ну, это обычные классические реснички, которые пушистенькие, с ворсинками. Они, ну, не всегда им удается зацепить коротенькие реснички. А вот у этой уникальность именно кисточки состоит в том, что у нее коротенькие вот эти вот ворсинки захватят каждую коротенькую ресничку. И видите, как красиво контур. Вот. Красивый изгиб такой вот идет. Очень мне понравилось, как смотрится эта тушь на глазах. Я еще дальше потом попробую ее с тенями. Но я уже вижу разницу перед первым разом нанесения, перед вторым. Потому что после первого раза ее не было видно. Ну, тут, который первый раз я протестировала, она мне не понравилась. А вот, когда второй раз я ее попробовала, и я смотрю, что, то есть она не дает эффект естественных ресниц. Она наоборот вот прокрашивает очень-очень хорошо. И тушь хорошо ложится на глаза. Вот я сейчас проходила уже сколько, три часа, никуда у меня не сползла, не свезлась. Но я не крашу нижние реснички. Я крашу только верхние реснички. Короче, я в диком восторге осталась именно от нее. Потом тоналка. Давайте, наверное, я вам сейчас все покажу, что я с собой взяла, всю свою продукцию. Вот, видео кажется длинным, но кому не интересно, не смотрите, можете выключить. Потом тоналку с собой я вот эту вот взяла. В принципе, у нее неплохой тон, средненькое, достаточно такое покрытие. Как видите, он не перекрыл все мои вот эти вот покраснения, воспаления, то есть нужно было чем-то, например, вот этой вот тоналкой. Сейчас мы вместе с вами ее как раз попробуем. Такого видео еще не было ни разу. У нее более плотное покрытие. И она как раз все недостатки перекрывает. Я обычно вот эту тоналку от Мариевы, артикул у нее 6128, мне очень она нравится, качественная и с эффектом сияния, то есть лицо у нее прям такой вот имеет естественный блеск. На камере, конечно, вот мне в последнее время сделали замечание, что у меня поблескивает лицо. Я вот стала сейчас припудривать именно те места, где мне сильно уже блестит оно. Так, при дневном освещении, когда просто ты смотришь не в камеру, а не так блестит лицо. То есть камера, как обычно, все дефекты, все недостатки кожи передает. Вот по сравнению с этой тоналкой двойной, у тоналки от Мариевы более качественное перекрытие и еще она плюс ко всему идет защитным фактором SPF 15 и универсальный тон, который подстраивается под любую кожу. Мне чем не понравилась вот эта вот тоналка, тем, что здесь у нее дозатор и он не разграничен. То есть если раньше у этой тоналки было прям перекрытие дозаторов, каждый работал по отдельности, независимо друг от друга, можно было кнопочку нажимать, то здесь теперь общая кнопка. И бывает такое, что ты нажимаешь, а у тебя база не выдавливается или тоналка не выдавливается. И вот так три раза нажимаешь, кучу уже базы выдавилась. Мне приходится эта тряпка все стирать тряпочкой и выдавливать дальше тон. То есть неэкономично она используется. Здесь у нее по-моему 30 мл, но учитывая, что у меня несколько тоналок разных, поэтому мне надолго хватает. И я не каждый день наношу макияж, и летом я вообще тональными средствами не пользуюсь. Но если сравнивать эту и эту, то вот это вот намного лучше. Потом на ногтях сейчас в данный момент у меня находится, видите, такое вот приятное покрытие, цвет здоровых ногтей. Это у нас вот эти вот наши лечебные разные покрытия 72-57. Это, по-моему, деловой маникюр называется. У него такой оттенок бежеватенький, светло-бежевый, и просто вам создают эффект здоровых ноготочек. Обрезной маникюр я никогда в жизни в своей не делала, поэтому у меня такая хорошая по качеству кутикула. И, в принципе, если вы не будете делать обрезной маникюр, только отодвигать палочкой, вы со временем вот эту вот ногтевую свою пластинку, около ногтевую пластинку, вы исправите. Она у вас намного будет лучше выглядеть. И вам в дальнейшем не нужно будет в салоне заниматься обрезным маникюром. На губах сейчас у меня находится мой любимый блеск для губ. Очень-очень любимый. Это я покупаю уже второй по счету. У него артикул 46-65. Он какой-то там называется по названию то ли персиковый. На самом деле он смотрится нежно-розовым. Нравится оттенок. Он не липкий практически. Вот я за что не люблю блески для губ тем, что у них липкое покрытие и волос потом прилипает на ветру. У этого есть липковатость, но она достаточно такое слабое. И всех те блеска, которые я пробовала из Фоберлик, я не всех пробовала. Слабое покрытие, более слабое. Липкость более слабая. А покрытие, тем не менее, без разводов очень хорошо наносится и классно смотрится на губах. Мне часто в разных видео тоже спрашивают и делают комплименты, что же у меня нанесено. Тени. Ну, я недавно о них вам рассказывала. Не буду долго останавливаться. Глотическое путешествие. Артикул 52-31. Самый светлый оттенок. И мне нравится, как они работают на глазах. Даже при моем жирном веке они у меня не скатываются, не забиваются в складочках на протяжении целых суток, целых дня носки. Вот у меня закончилось заканчивать, но я выкидывать ее буду, как раз вам покажу. Мне она понравилась, тушь. Артикул уже здесь у нас стерся, но у нее такая широкая силиконовая кисточка. Очень классно прокрашивает реснички. Хотя, видите, у меня еще кончик жидкий и много достаточно туши, но я давно ее уже пользуюсь. Так как купила рыжую, эту мне придется выкинуть. Хорошо красть реснички. Не естественно дает макияж, а вот именно хорошо такой прокрашенный, без гусиных каких-либо лапок. Мне, в принципе, эта тушь нравилась. Я ее пользовалась месяца два, наверное, три, чуть ли не больше. И нет у нее, у меня к ней никаких нареканий. Сейчас у меня также в качестве небольших стрелочек нанесен карандаш 54-77. Мне очень эти карандаши нравятся. Это не единственный, которые у меня есть. Они очень мягкие и нетравматичные для глаз. Не тугие, не сухие. Я бы даже сказала, что не средней мягкости, а прям вот мягкие карандаши. И мне этим самым они нравятся. Да, они, конечно, немножко растекаются у меня на глазах. То есть, нужно либо припудривать веко, очень хорошо подводить черным карандашом. Я этим подвожу слизистую. Артикул у них 54-77. Это у черного. Имеет небольшое сияние, то есть, там такие блестючки находятся, но они очень мелкие. И даже вот я ношу линзы, никакого дискомфорта они мне не приносят. 54-74. Это коричневый. Мне очень нравится делать макияж с коричневым карандашом, потому что, во-первых, подчеркивают мои карие глаза и какой-то вот такой восточный взгляд становится. Там, то видео, где у меня на втором канале я снимала покупки с ленты на 4100. Вот макияж был сделан с помощью этого карандаша. Смотрится вообще шикарно. Но, на мой взгляд, вот такой вот восточный макияж получается, потому что я вверху делаю стрелочку, внизу, учитывая, что этот карандаш имеет такую мягкую текстуру, он немножко естественным образом в процессе там носки через 2-3 часа расплывается, тем самым создается растушевка, такая вот естественная, скажем так, без растушевки руками, кисточками, и получается, что остается красивый такой вот макияж. Смоки Айс такой вот, мягкий смоки Айс. И я им часто пользуюсь этим карандашом. И зеленый карандашик, он тоже с блестками у нас идет, не с блестками, а он как перламутровый, как хамелеонистый, то есть такой, да, с перламутровым. Если коричневый карандаш у нас и коричневый карандаш у нас имеет блесточки, он сам все перламутровый, еще плюс имеет маленькие вкрапления блесточек. И черный тоже самое. То этот зеленый, а что я вам не показываю продукты, сейчас я вам покажу, как они смотрятся. То зеленый, он просто имеет перламутровое сияние. вот так вот и так вот и выглядит. Очень нравится, я им прям так активно пользуюсь, не собираюсь пока расставаться с ними. Палетка у меня сейчас как раз припудрила, вот эти так вот сделаю, чтобы лишний раз не трогать руками волос. вот этой вот палеткой самым светлым моего оттенком я припудрила вот эту вот часть лоб. И не таким матовым, потому что я не люблю как-то даже на камере сильная матовость, то есть как лицо не знаю, как мы в зале его дедушки Ленина, хотя я его не видела. Это вообще хайлайтер. И на нос я его наношу и такое вот матовое свечение появляется. Не блестит лицо как будто баджира, а матовое свечение. И мне очень нравится в этой палетке именно хайлайтер. Этим я редко пользуюсь румянами, потому что слишком интенсивный оттенок, слишком яркий оттенок для меня. А вот этим я часто подвожу скулы и вы меня спрашиваете, почему мне такой красивый макияж, почему мне такие красивые скулы. Это я подвожу вот этим вот. Ну, скульптурирование можно делать, и можно и вот здесь вот затемнять, но я редко этим занимаюсь, затемняю участки тела. Кожа лица. Пудра у меня увлажняющая, триумф, но я редко пользуюсь пудрой. Лицо я, как вы уже поняли, не припудриваю, использую только в качестве базы под теня, то есть припудриваю веки и так у меня тени дольше держатся. Карандаши для губ у меня еще из старой коллекции, треугольнички, вот такие вот, вот такой, вот такой вот нюдовый и ярко красный, вот нюдовый более суховатый, почему-то, хотя они из одной линейки, чем вот этот вот вишневый, я под красной помадой пользуюсь, но очень редко, как-то я стараюсь именно помадами подводить губы, карандашами в редких случаях пользуюсь. И у меня очень много помадок я здесь взяла, это 43,96 помада «Процелуи дождя», это очень-очень старая коллекция, но мне не нравилось этими помадами пользоваться, потому что они заменяли мне блески, они шли как полублеск, полупомады, то есть он не в стике вроде бы, но в то же время дает легкое покрытие губам, легкий оттенок губам, и при всем при этом губы не липнут, то есть липкости вообще нету, обожала эти помады, у меня практически не все были. Вот это вот самая знаменитая помадка, когда я ее накрашена вот этим макияжем, вы чаще всего делаете мне комплименты и постоянно спрашиваете, что это помада, это 41056, я даже сейчас не знаю, есть ли такие помадки или нет, но у нас из других коллекций есть с похожим оттенком, и у меня есть еще такие с таким же похожим оттенком, а с других коллекций еще две помады, потому что очень мне нравится этот цвет, часто тоже спрашиваете именно вот про этот оттенок и про эту помаду, это полуматовые наши помадки, оттенок у нее 40 055, это нюдовый, немножко в розовинку он идет, на руке, не знаю, есть ли смысл показывать, потому что все-таки рука это не губы, нравится продукт, я восхищена базой под помаду, использую его под металлические наши помады, потому что они немножко сушат губы, можно под стойки помады, под те же самые полуматовые, потому что они тоже легким сушивающим эффектом обладают, и использую его в качестве обычного бальзама для губ, потому что у меня губы сохнут, мне часто нужно, ну, постоянно нужно их чем-то увлажнять, я кусаю, облизываю, думала, что не взяла, но нашла, сейчас последний день пребывания у родителей, ни разу не использовала в макияже шарики, это пудра у нас, но я использую в качестве хайлайтера, наношу вот на вот эту часть, очень, я обратила внимание, классно смотрится макияж, когда именно вот эти вот части припудренные, то есть имеют матовый оттенок, а когда вот эти вот части скуловые, они блестят, вот видите, даже сейчас я не наносила, но есть какое-то сияние, и кожа очень красивая, ну, мне, например, лично мне очень нравится, может быть, забракует сейчас мое мнение, вот, но я даже смотрю макияж, вот у меня в красной, в красной кофточке макияж был сделан таким вот образом, только единственное, не припудрена вот эта была часть, но когда я поворачивалась боковой стороной своего лица, то скулы поблескивали, и очень на фоне румян, корректора для щек, и все в совокупности смотрелось очень, ну, вот по мне, так я прям вот сама вот так вот упулилась, ноутбук, и прям сама восхищалась, как же красиво мне вот здесь вот боковая часть лица оформлена, и очень часто я пользуюсь пользуясь вот этой палеткой от Марии Вэй, беру ее всегда с собой в путешествия, только лишь потому, что, ну, не только лишь потому, что здесь универсальные достаточно такие оттенки, можно сделать любой макияж, как вечерный, так и дневной, есть вот светлые базовые оттенки, и я сейчас, в данный момент, броби подвожу вот этим вот оттенком, коричневым оттенком, и я уже очень-очень много его потратила, еще чуть-чуть, у меня здесь дырка образуется, вот этот вот, он сложный в нанесении оттенок, я его только мокрым способом наношу, то есть кисточку, либо слинявлю, между прочим, либо можно в водичку окунуть, и только мокрым наношу, потому что сухим он не наносится, влажным, сухим он не наносится, вообще не оставляет, не приносит оттенок на глаза, а вот влажным, такое ощущение, как будто вы пользуетесь карандашом для глаз, а потом уже можно по влажному немножко растушевать, ну вот, все то, что я почти с собой взяла, а еще у меня, вот смотрите, просто вам не показала, это еще старые наши помады, растаяла у меня, будучи в машине, я такой вот огрызочек ношу, иногда подвожу им губы, когда ношу, например, вот эту водолазку, потому что этот блеск не совсем подходит к этой водолазке, а вот эта помада, она более холодный тон имеет, поэтому лучше сочетается с моей водолазкой, а потом еще у меня вот такая помадка, ну я редко пользуюсь все-таки ярким, поэтому реже всего и дольше всего они мне служат, и еще могу замаскировать прыщики свои, покраснения, вот видите, какое хорошее покрытие, у тоналки от Мариевой уже не видно, вот можно еще так замаскировать, вбиваю я всегда подушечками пальцев, потому что под действием тепла расплавляется тональный крем, тон и даже лучше по мне кисточкой прорабатывать, и это еще осталось, у меня есть секрет истории, с жидким я консилером пользовалась под глаза, он у меня полностью закончился, и остался только стик, я его беру в поездки, потому что когда я не наношу, например, летом, я его использую, когда не пользуюсь тоналкой, я маскирую воспалительные свои элементы, прыщички маскирую, вот, ну и все, что я взяла почти к родителям, может быть, это еще у меня валяется по комнате, вот так, в принципе, это все то, чем я пользовалась на протяжении всего времени, что у них здесь находилось, ну много я на это просто взяла, я так обычно много не беру никогда с собой, но я знала, что здесь буду снимать видео, и мне хотелось, чтобы был более разнообразный макияж, ну вот и все, до новых встреч на новом канале, я вам желаю хорошего настроения, сейчас плывут видеоролики, это будут видео с моего второго канала, там контент, который не связан вообще с продукцией Фаберлик, путешествия мои, покупки из других каких-либо магазинов, очень много у меня сейчас материала, в том числе не смонтированного, влоги, путешествия и так далее, так что если хотите, можете тоже подписаться на него, и быть в курсе, ну мероприятия какие-то я посещаю, мыслями своими делюсь и так далее, книги, которые я читаю, и можете также зарегистрироваться в компанию Фаберлик, регистрация вас ни к чему не обязывает, у вас просто будет скидка 20% на всю продукцию, распространять не обязательно, вы можете просто заказывать для себя всю продукцию Фаберлик, это и косметика, и детская одежда, нижнее белье, и получать в офисах своего города, и в почтовых отделениях, и в постаматах, если офисы есть, лучше на офисы делайте заказ, если нет офисов, то можно сделать через почтовое отделение, так что сейчас можно доставку оформить в любую, даже самую глухую деревню, и до новых встреч на моем канале, желаю вам хорошего настроения, всем пока-пока! Да, я вам еще не сказала, сейчас у меня румяшки, такой вот нежный персиковый цвет, очень их люблю, и даже пользуюсь, когда не пользуюсь макияжем, то есть я летом часто хожу без макияжа, вот, но иногда там быстренько куда-то выходишь в магазин, либо просто на улице, не по назначению, да даже если куда-то и там и на природу, и на речку, то я пользуюсь вот этим, вот смотрите, мне почти уже до дна я его добила, это наше наливное средство, тоже из бьюти бокса от Марии Вэй, очень классный продукт, он немножко жирноватенький, и для жирной кожи, не знаю подойдет или нет, но он не особо плывет как-то по лицу, очень комфортный в нанесении, можно его и деликатно нанести, и более интенсивно, то есть маневрировать цветовой гаммой, чем больше естественно нанесет, но если в растушевке он идеальный, я не растушевываю никакими кисточками, наношу макияж руками, то есть очень классно, мне нравится, и цвет такой, знаете, универсальный, вот персиковый цвет, он подходит абсолютно всем, и любой коже он придает более здоровое состояние, очень нравится помада, и вы тоже делаете комплименты, когда я ее накрашена, это оттенок 0816, он клубничный, как-то по-моему называется, не слишком яркий, то есть не, 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 не слишком красный, он какой-то такой вот оранжево, персиково, кораллово, вот такой вот, ну красивый очень оттенок, и мне идет, тоже часто делают комплименты, когда, ну вот в машине я ехала к родителям, И как раз у меня эта помада была на губах. А вот эту помаду я редко пользуюсь, почему-то о ней забываю. 44-0-44, может быть, не совсем мой оттенок. Он вроде бы холодноватый, в то же время он нюдовый, бежеватый. Но на губах как-то немножко именно под мой цветотип странноватенько смотрится. Я не под всю одежду могу одеть, потому что я все-таки подбираю под оттенки одежды тот макияж, которым я накрашена. И у меня сейчас мало холодных цветов в одежде, поэтому лежит без дела практически. Ну, вроде бы все. Пока-пока!